Да, все верно, это программа «Особое мнение», ведущий Владимир Сметалин. Добрый день. Сегодня свое особое мнение будет высказывать Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области, фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета по социальным вопросам. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю в начале передачи о том, что на сайте хирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И кроме того, если у вас есть вопрос к гостю особого, заходите смело на наш сайт. С помощью специального форума вы можете вопрос задать. У меня масса вопросов. Начну, пожалуй, с того, что позавчера была 147-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича. И снова поднялась дискуссия в стране во многих городах о том, что же делать с телом Ленина, который лежит в Мавзолее, а что же сделать с многочисленными памятниками, которые установлены и у нас в стране, и далеко за ее пределами. Кстати, по последним данным, у нас в России насчитывается порядка 6 тысяч памятников Владимиру Ильичу и бюстов ему. Ну, переносить, не переносить эти памятники, оставлять их в том виде, в котором они сейчас находятся. Ваша позиция, хотелось бы, Анатолий Михайлович, услышать. Ну, давайте начнем с того, что-таки, с архитектурного, так скажем, наследия, памятники, которые... Ну, я думаю, что у нас есть уже наглядный пример борьбы с памятниками, это в Украине. Вот с чего они начали, к чему пришли. И я очень боюсь, что это такой посыл, когда надо что-то делать с памятниками, это, в общем-то, вызывает очень негативную реакцию в целом. Это развязывает руки многим, так сказать, явлениям, которые для нас неприемлемы. Поэтому я считаю, что трогать ничего не надо. Памятники установлены, они установлены сознательно. И поэтому сегодня они и есть, как бы, факт того, что было когда-то в нашей истории, и трогать ни в коем случае нельзя. Есть мнение, что пока этот вопрос стоит, нужно отложить, что пусть последующие поколения подумают о том, что же делать с этим памятниками. Ну, можно все, что угодно говорить сегодня, но, в принципе, я считаю, что раз памятник стоит, то его и трогать не надо. Но мы уже совершили в свое время ряд ошибок, когда разрушали то, что было до, так сказать, революции. И если сегодня идти по тому же пути, значит, мы еще наделаем глупости и ошибок. Этого как раз хотелось бы избежать. Ну, а то, что касается Владимира Ильича Ленина, то здесь, по-моему, ответ однозначный. Трогать тоже ничего нельзя. В заливе имеется в виду? Да, трогать. В свое время Ленина похоронили по воле народа. Именно таким образом это было решение поколений, так сказать, тех, кто жил до нас. И нам сегодня, живущим после этого, в общем-то, наверное, не резон ломать то, что было сделано. Но, естественно, возникает вопрос. Вот каждый раз тогда приближается день его рождения, возникает, так сказать, вот эта дискуссия. И сразу возникает вопрос, а кому это надо сегодня? Я думаю, что Ленин такая фигура в истории, и пусть его даже нет, 93 года сейчас вот уже, так сказать, он ушел из жизни, но он до сих пор вызывает огромный интерес. И не случайно и при жизни уже тогда его говорили выдающиеся деятели культуры, что это человек гигантских масштабов. Это политик, который, так сказать, с которым мало кто сравнится до сих пор. И, конечно, заслуга Владимира Ильича Ленина в том, что он сумел прорвать вот эту, или сделать брешь единой капиталистической экономики. Он сумел в одной из самых крупных стран в мире ликвидировать эксплуатацию человека-человеком. А многие называют этот опыт неудачным? Ну, неудачным-то ведь почему неудачным? Он как раз удачный. Претензии предъявлять надо не к нему. Претензии надо предъявлять тому руководству, которое, так сказать, к последователям, которые переродились и потеряли все те завоевания, которые были достигнуты при Советском Союзе. А Ленин тут ни при чем. Он, наоборот, так сказать, создал такое государство, которое выдержало такие испытания, которые не выдерживало ни одно государство в мире. Даже вспомнить гражданскую войну, хотя сегодня говорят, что Ленин виноват в гражданской войне, ни он развязал гражданскую войну, ни большевики развязали ее. Гражданская война, причина основная в том, что в страну вторглись 14 держав, которые развязали, так сказать, интервенцию против Советской России, а при поддержке интервентов начались, так сказать, восстания белогвардейцев. Поэтому говорить о том, что Ленин развязал... Нет, в свое время, я не знаю, учили ли вы, так сказать, в школе, я все время хорошо запомнил, была целая глава в учебнике триумфальное шествие Советской власти. Действительно, в течение буквально двух-трех месяцев Советская власть усилилась на всей огромной Российской империи. И поэтому говорить о том, что развязана была гражданская война, это, по крайней мере, неверно даже с исторической точки зрения. В общем, в память об этом и из уважения к этому... Да, и сегодня Ленин уважает до сих пор сегодня во всем мире. Его, правда, ненавидит вся буржуазия. Ведь почему ненавидит? Ненавидит, потому что он сделал такое, что для буржуазии все страны сегодня страшно просто-напросто. Он лишил власти в целой стране класс буржуазии, отобрал возможность эксплуатировать людей. И для этого, конечно, и самое главное, что именно удачен был его эксперимент, хотя, когда эксперимент, это был очень удачно выверено. Вообще, он был теоретик, мыслитель. У него написано огромное количество книг, вы знаете, что более 50, там, он только собрание сочинений. И ни один сегодняшний политик рядом с ним стать не может, потому что нет таких сегодня политиков по масштабу. Хорошо, ну вы так аргументированно обосновали свою позицию, что ничего и нет. Нет, трогать здесь ни в коем случае нельзя. И дело мы взяли, и победили. И самое главное, если мы сегодня это тронем, то, значит, мы, по сути дела, отрекаемся от целого пласта нашей истории. Это фактически 20-й век, это век как раз подшел под знаменем Ленина, и мы фактически отказываемся. А что такое народ без истории? Вот мы сегодня видим, опять же, на примере Украины. Хорошо, переходим к следующей теме, к вашей деятельности уже не только в роли депутата регионального парламента, но еще и как советника, временно исполняющего губернатора Кинской области Игоря Васильева. 13 марта, да, стало известно о том, что, ну и произошло само событие, да? Да, это было. Мы стали советником, сказал ваш адрес, цитирую, в Рио опыт, который вы получили, работая в органах исполнительной власти области, несомненно, поможет нам многого добиться. Мы будем совместно с вами работать над новыми подходами, инновациями в образовании. Многие задались вопросом. Анатолий Михайлович Чурин до этого момента выступал с критикой современной действующей власти, да? И вот тут новость о том, что вы согласились быть советником. Многие увидели какой-то такой подвох. Поясните, что произошло. Здесь нет противоречия. Во-первых, с критикой я выступал именно о действии власти, поскольку власть принимала такие решения, которые не способствуют сегодня и стабилизации в обществе, не способствуют экономическому развитию. И я думаю, что и впредь это право за собой я оставляю, как депутаты законодательного собрания. Вот. Поэтому здесь противоречий никаких нет. Конечно, для некоторых с позиций личных амбиций, партийных пристрастий кажется, что так быть не должно. Но давайте рассуждать. КПРФ всегда выступала в защите интересов людей, простых людей. И естественно, что если сегодня я являюсь советником губернатора в какой-то степени могу повлиять на развитие образования в лучшую сторону. Донести свое видение. То я считаю, что это большое дело. Если мы сумеем сохранить систему образования, дать возможность ей развиваться и в дальнейшем, то тогда я считаю, что это будет на пользу, в том числе авторитету КПРФ. Это работа, вот работа советника, она в каком формате выстраивается? Я не знаю, встречи регулярные, вы какие-то материалы готовите, вас приглашают куда-то. Дело в том, что, видите, у меня второй такой, так сказать, как бы заход. Все время еще Белых Никита Юрьевич предлагал быть советником. Я тогда отказался, сказал, что я не понимаю, в чем роль, так сказать, моя будет как советника. А вот сейчас, поскольку ситуация изменилась, и я пришел к Игорю... Ситуация изменилась, если команда другая? Да, Игорь Владимирович пришел с предложениями, с конкретными, и показав эти предложения, сказал, что если вы разделяете мою точку зрения на эти вещи, то да, я готов работать. Поделитесь, пожалуйста, с нами, что за предложения? А предложения простейшие. Первое, если их вкратце суммировать, надо восстановить все то, что работало в свое время и работало эффективно. Прежде всего, я считаю, что нужно восстановить ту систему управления, которая действовала в Кировской области вот в системе образования. Что мы имеем в виду? Вы помните, что это период, который с 2006 года, в течение 10 лет у нас работает так называемая образовательная круга. Вся система управления строится через образовательную круга. То есть есть центральный аппарат вот здесь, а половина примерно всей численности аппарата находится в округах, то есть на местах, в районах, и через них идет управление, так сказать... Для чего это делалось? Подождите, это разрушено, что ли? Дело в том, что при Никите Юрьевиче начался процесс разрушения в 2014-2015 годах, были сокращены количество отношений управления, их там было 7 специалистов каждого управления, оставили по 4. Сейчас вот уже новая команда сократила еще по одному человеку, осталось 3 специалистов. Ну, конечно. Модернизации, то есть? Прежде всего, экономии, наверное, по скольку денег. Но это разрушая управление, мы тем самым подрубаем вообще всю ту логику развития, которая существовала на протяжении последнего десятка лет. Ну, трудно спорить, да. И поэтому, естественно, что я предложил в первую очередь, давайте мы восстановимся, прежде всего, систему управления, чтобы она работала именно на всю нашу, на развивательную сеть. Да, простите, еще эту систему кто разрабатывает? В том числе вы или... Ну, прежде всего, как раз, прежде всего, вы. Прежде всего, я считал источников, да, у истока этого, так сказать, создания вот этих округов. Мы тогда активно очень изучали опыт Самарской области. Вместе с Александром Александровичем ездили туда. С Галицким. С Галицким, да. Изучали этот опыт, смотрели. И поскольку тогда уже ситуация немножко менялась с законодательством, мы скопировали в чем-то. Но, в основном, это наш уникальный такой опыт, которого нет больше в стране. И поэтому, естественно, что в этих условиях мы гордимся, и до сих пор гордимся тем, что вот сумели создать такую систему управления отраслью. Давайте сделаем, все-таки, небольшую паузу, и далее по предложениям еще продолжим. Напоминаю, что особое мнение сегодня Анатолия Чурина, депутата Закособрания Кировской области, зампредседателя комитета по социальным вопросам регионального парламента. Ну, а сейчас мы сосредоточились на том, что Анатолий Михайлович с 13 марта еще и работает советником губернатора, временно исполнивающей обязанности губернатора Игоря Васильева. По вопросам образования, так надо выточнить. Итак, вы предложили восстанавливать образовательные округа. Нет, предложили восстановить всю систему управления, которая существовала на протяжении последних 10 лет. Там ведь не только система в том, что создать органы управления в качестве в округе, в образовательном округе. Мы еще и пошли по пути создания общественных советов в каждом округе. То есть там привлекалась общественность, эти советы учитывали мнение, вот, так сказать, на местах. И, в принципе, эта система оправдалась в том отношении, что управлять стало, возможно, очень оперативно. Мы знали практически ситуацию в каждом образовательном учреждении, можно было оперативно выяснить, как это происходит, что происходит. Поэтому, но это даже не самое главное. Эта система управления, она работала еще на будущее. Мы все прекрасно понимаем, что наша область, область, где за последние годы резко сократилось население, количество учащихся сократилось почти в два раза. И, естественно, появилось огромное количество малокомплектных, малочисленных школ. Сегодня примерно около 70% всех школ это малокомплектные, малочисленные школы. Но ведь дети там не виноваты, они должны получать такое же образование по уровню. Как и в городе, как и в двойной школе. И поэтому, так сказать, надо было искать какие-то, так сказать, подходы и шаги. Но главная беда в том, что нельзя в этой маленькой школе создать такие условия, как можно создать в крупной школе. Ну вот не поставишь в кабинет, допустим, кабинет физики, там, химик, стоимость которого около полмиллиона рублей. На двух учеников. Да, на двух-трех учеников. В смысле никакого нет. Поэтому нужно искать какие-то другие подходы. И мы пришли к выводу о том, что нужно... Я все время путаюсь, простите, Наталья Николаевич. Мы это кто? Департамент образования. А, вы о той работе еще рассказываете. Тогда это в шестом году все шло. Поэтому мы, так сказать, и работали над этим вместе. Ведь я не искру, что я только в одиночку свои указания ценные давал. Нет. Конечно, это все обсуждалось. Это все, так сказать, каким-то образом пытались найти такие подходы, чтобы они работали. И вот мы считали, что в тот период, посчитали нужным, нужно создать новую сеть образовательных учреждений. Потому что были школы, которые работали успешно, но нам-то хотелось, чтобы вся система работала успешно, чтобы дети, учившиеся в Кировской области, они получали соответствующее хорошее образование. И мы пришли к убеждению, что нужно создать на местах опорные школы, которые бы объединили вокруг себя все начальные небольшие школки, основные небольшие школы, и делились с ними ресурсами, своими кадрами. То есть учителя могли проводить там соответствующие уроки, дети могли приходить в эту школу. И самое главное, чтобы эти школы опорные отвечали за то качество, которое получают дети в маленьких школах. Потому что они придут заканчивать образование, эти дети, именно сюда, в эту большую, крупную, среднюю школу. — Простите, так вот получается, вот эта сейчас система-то будет реализовываться, о которой буквально недавно было сообщено, создание на базе 40 школ в райцентрах, вот этих центров общего образования. — Вот, мы в тот период создали 18 государственных школ. — То есть эта история-то не новая, это история-то больше, чем 10 лет недавно. — Мы предложили создать эти школы опорные, сделать государственными. И вот в 2010 году эти школы были созданы первые, их было 16 в начале, потом появился еще лицей в Проснице, а потом еще у нас вот этот центр по работе с, как называется, где он находится? Ну, потом вспомнил. — Хорошо. — Вот, и таким образом, значит, всего 18 государственных школ, которые сегодня работают как вот школы, которые являются определенными центрами всей этой системы. И в тот период мы сразу же губернатора положили на стол наше видение, тогда было где-то порядка вот 60-100 школ, мы говорили, что нужно создать 100 школ государственных. — Это еще при губернаторе Шахтеевне? — Нет, при губернаторе уже Белыков. И он тогда это озвучивал, кстати, немножко неправильно выразил свою мысль, что нужно в Киевского село оставить 100 школ. Нет, не 100 школ нужно было оставить, но создать 100 государственных жилов. Вот, и поскольку тогда процесс, количество детей сокращалось, и мы поняли, что смысла нет, школы становятся все меньше и меньше, и мы пришли к убеждению, что нужно в каждом районе создать такую государственную школу. Вот о чем сейчас мы обсуждали, и эту идею как бы поддержала новая администрация. Вот сейчас, грубо говоря... — Ну, можно сказать, что это ваше предложение? Это ваше предложение в качестве советника, но вот такое озвучивание. — Да, вот такое предложение я озвучил как раз даже на первой встрече. Это предложение нашло поддержку. Вот сейчас прорабатываются вопросы. Нужно все эти школы передать с муниципального бюджета на областной бюджет. — А у вас снимают? Это трудно? — Да нет, это практика уже наработана, мы это проходили все. Но самое-то главное, что теперь правительство Кировской области, Министерство образования Кировской области будет иметь возможность назначать руководителей этих школ. Они отвечают за работу этих школ. То есть, министерство на себя берет ответственность за вот эти 40, а теперь уже не 40, а и будет почти 60 государственных школ, которые будут составлять вот некую сеть опорных таких центров. А вокруг этих опорных центров мы будем формировать сеть из небольших начальных, основных школ. — Это сельские школы? — Да, это сельские школы. Это в основном сельские школы. И вот за счет этой такой структуры мы и надеемся, что новая сеть будет удовлетворять запросы как учащихся, так и родителей, именно в качестве образования. — Сроки реализации? — Сроки реализации я предлагаю это сделать до 1 сентября, и даже до 1 июля, но почему-то пока... — Этого года? — Да, этого года, потому что оттягивать нельзя. Нужно в новый год вступать в учебный уже, так сказать, вот с этой сетью, потому что потеряв полгода, мы отступаем еще дальше. А я считаю, что те 2 года, которые прошли сейчас, это годы, которые потеряны пока. Ничего не ссорено. — Именно вот в этом направлении? — Да, и не только в этом направлении. И поэтому надо ускорить этот процесс, и эти школы должны заработать. Поэтому я думаю, что нам удастся убедить руководство области в том, что это надо сделать как можно быстрее. — Как можно быстрее. Это вот второй момент, который я озвучил, так сказать, на встрече с Игорем Владимировичем. И еще один был момент, который также, кстати, в перспективном плане еще обрабатывался давно. Сегодня очень важно для учителя, чтобы его постоянно, так сказать, сопровождала методическая служба. Чтобы учителю помогали осваивать новые методические подходы, педагогические технологии, методики и так далее. К сожалению, Министерство Российской Федерации, образование Российской Федерации, совершенно не уделяет этому абсолютно никакого внимания. И если в годы советской власти у нас существовала методическая служба, которая базировалась на районах, в каждом районе был методический кабинет, то сейчас это все, по сути дела, разрушено. И нужно воссоздать методическую службу уже на новом, совершенно, так сказать, уровне и новом качестве. И мы предложили, чтобы в каждом образовательном округе, их сегодня восемь в области, создать некий методический центр, который бы был скомплектован специалистами. У нас сегодня шесть предметных областей, то есть это, допустим, филология, математика, там еще другие предметные области. Чтобы эти специалисты имели возможность работать с учителями, им нужно дать хорошую заработную плату. Они должны быть все подчиняться институту развития образования, все эти центры. И тогда мы выстраиваем очень четкую позицию. С одной стороны управленческая вертикаль, сверхудоризм, с другой стороны методическая вертикаль. То есть, с одной стороны мы работаем с управленцами, как орган управления, а с другой стороны мы работаем с каждым учителем, поскольку для них сегодня это очень важно. Идут внедрения новых стандартов образовательных, так что все это вписывается. Это было третье мое предложение. Простите, я еще хочу сказать, эти специалисты есть для метод кабинетов? Есть, их можно найти сегодня. Кто такие специалисты? Это самые лучшие учителя, которые прекрасно владеют методикой, которые знают свои предметы, знают секреты своего предмета. Поэтому они должны делиться опытом. То есть, надо постоянно обмениваться. Это вот третье было предложение, которое я высказал. Было еще одно предложение. Мы сегодня с вами много раз уже, кстати, говорили на эту тему, что в области очень назревает такая сложная ситуация с кадровым обеспечением. Преобразование-то проводим, а работать только будет. Поэтому я высказал еще одну идею о том, что нам нужно просто перейти на подготовку педагогических кадров на основе областного заказа. О чем идет речь. То есть, сейчас просто институт, получая, так сказать, из федерального бюджета деньги, он и соответствующее... Определенное количество мест. Определенное количество мест. Он просто объявляет, так сказать, прием, и люди идут. Но сегодня это уже анахронизм. Сегодня, во-первых, мы готовим никуда. То есть, пришли люди, а еще никто не сказал, что они придут в школу именно. А нам нужно сегодня конкретно знать, что вот в 2020 году в такой-то школе не будет учителя физики, потому что учитель уходит на пенсию, к примеру. И мы должны к 2020 году подготовить специалиста, чтобы он туда пришел и занял его место. Иначе просто бессмысленно все. То есть, мы должны очень составить четкий план действий по годам, по районам, по образовательным организациям и понимать, что вот мы должны сейчас работать над тем. Причем, мы должны очень четко настроить руководителей школы, чтобы они заботились о своем обеспечении кадровым. Почему? Потому что все сегодняшние учителя сидят за школьной партой. Никто нам никого не приведет за руку. Поэтому мы должны... Это современные ученики. Да, это современные ученики, поэтому надо с ними работать. И я категорически против, чтобы мы по-прежнему брали, так сказать, на педагогические специальности людей после двух негативных отборов. Ведь кто сейчас идет учиться на учителя? Это те, кто неудачно, может быть, так сказать, закончил школу, не поступил куда-то, куда хотел, мечтал. То есть, запасной аэродром такой. Да, и пошел туда, куда, где попроще. Нам этого нельзя делать, потому что таким образом мы как бы будем подготовить плохих учителей. А что такое плохой учитель? Плохой учитель – это 40 лет плохой работы. Это страшная ряда для детей, которые попадают к этому учителю. Поэтому, так сказать, заранее нельзя даже настраиваться на то, что учитель может быть плохим. Поэтому вот это было четвертое предложение. И в пику этого, чтобы, так сказать, ну, там много вопросов возникает. А как нам привлечь молодежь и так далее, и так далее. Вот при сегодняшней ситуации привлечь молодежь очень сложно. Но, возможно, как сделать? Надо на первых порах выполнить тот пункт, так сказать, или обещания, или планов, которые были в свое время. Вот сегодняшняя система оплаты труда предполагает, что постоянный оклад учителя не должен быть меньше 70% общей зарплаты. То есть вот что это значит? Есть общая зарплата, допустим, учитель зарабатывает, грубо говоря, 10 тысяч рублей. А у него оклад за энное количество часов равняется, грубо говоря, 5 тысяч. То есть его оклад должен быть не менее 70%. Вот сегодня у нас оклад в Кировской области официально утвержден 6700 рублей. А средняя зарплата по области равняется 21 тысяче рублей. То есть получается, что оклад 6700, а все остальное ему идут доплаты, компенсации и так далее. Это неправильный подход. Поэтому я и предложил, давайте мы рассмотрим сегодня вопрос. Если 21 тысяча в среднем, это средняя зарплата, то 70% это примерно 15 тысяч. Давайте установим 15 тысяч, оклад. И учитель, любой молодой учитель, он будет понимать, что он пришел не на 6 тысяч рублей, а он пришел все равно на 15 тысяч рублей. И он, соответственно, будет понимать, что он заработает чуть-чуть больше, чем мог бы. Значит, мы должны привлечь. Но мы должны еще и удержать учителя после того, как он пришел. То есть выстроить систему такую, благодаря которой он сможет... Конечно. Получил образование, пришел в школу и остался в школе работать. То есть мы должны выстроить, мы должны обеспечить его жильем, мы должны обеспечить его повышение квалификации и так далее, и так далее. Там много вопросов разных. И вот эту всю систему нужно все увязывать с единым таким областным заказом на педагогические канули подготовки. В общем, чувствую, что такая беседа-то у вас обстоятельная была? Да, беседа была обстоятельная. Я не скрывал все, что это отработано практикой, это продумано годами. То есть я ничего не выдумываю здесь абсолютно. Здесь нет ничего такого, что могло бы, так сказать, ну как это, такой, в эйфории какой-то. Это здесь все реально, это на самом деле жизненно. И поэтому, если сегодня эти вещи принимаются, то тогда мы на первых порах останавливаем то сползание, которое уже наметилось вниз. А дальше мы начинаем развиваться. Мы начинаем готовить кадры, мы, так сказать, оснащаем и так далее. Причем очень важна здесь роль управленческих решений. Вот простейшее управленческое решение, о котором тут недавно вспомнили, встречаясь с Валентиной Николаевичем. Давайте буквально минуту, успеем, чтобы это реклама. Нет, продолжите, в минуту уложите и на рекламу. Значит, вспомнили с Валентиной Николаевичем, в свое время, с Пугачем, да, простейшее было решение, но очень важно, какое. Значит, все время губернатор ставил перед нами задачу о том, что у нас лучшая учащаяся уезжает за пределы области и поступает в другие институты. В ведущие институты. Как сделать так, чтобы и здесь лучшие учащиеся оставались и поступали. И было принято такое решение, что все выпускники школы, которые оканчивают школу с серебряной, золотой медалью и получают 100 баллов, они будут получать из бюджета области дополнительную пенсию, где-то в 2,5 тысячи рублей. И понимаете, какая вещь произошла, когда первый раз мы собрались с этими ребятами, их было где-то десятка, полтора, или не больше, потом их стало уже за 500. То есть, вот одно управленческое решение, и оно сразу же подтянулось, забудь целую цепочку, оно заставило работать в школу с этими детьми, детей заставило подтягиваться, и у нас в ВУЗе получили огромное количество таких высокобальников. Но я вот не знал, и узнал как раз о том, что это решение отменено сегодня. Стипендии хотят... Вы так называемые губернаторскую стипендию? Да, губернаторскую стипендию, да, вот это стипендия, кажется, и называли губернаторскую, и ее решили отменить. Но это же ведь, опять же, тебя за собой потянет путь. Ну и еще один, да, пазлик. То есть, вот эти вещи, которые нельзя делать сегодня, раз уж, так сказать, взяли курс на это, надо и выдерживать, и говорить о том, что у нас сегодня не хватает денег, ну, наверное, денег не хватает, и всегда не хватает. Дождите, а вы озвучили предложение возобновить эту стипендию? Конечно, озвучено. Кстати, недавно была информация, что речь идет о том, что... Да, нужно вернуться к этому снова. Может, она вернутся? Да, обязательно вернутся, иначе мы просто теряем тут очень много. Давайте сейчас на рекламу уйдем, я напомню, что это особое мнение Анатолия Чурина, скоро вернемся. Продолжается особое мнение, вернее, уже мы в финальную статью входим. Анатолий Чурин, гость нашей студии, депутат ЗакСобрания Кировской области, зампредседателя комитета по социальным вопросам. У меня были, на самом деле, еще вопросы, но мы, видимо, продолжим эту тему работы советникам. Кстати, советникам-то на безвозмездной основе. Да, я думаю. На безвозмездной основе, на основе по образованию. На общественной начале. Сколько? 4-5 уже предложений мы озвучили, которые вы, собственно, положили на стол, так будем выражаться, Игорю Васильеву. В прямом смысле. В прямом смысле на стол положили. И еще предложение хочется знать. Да, и еще было предложение, которое тоже очень, так сказать, уже назревшее предложение. Вот сегодня, да и губернатор тоже, не этот и тот, ставит вопросы о том, что наши выпускники, которые окончают техникум, например, они не идут работать на промышленные предприятия, то есть или мы плохо их догадываем. То есть не по специальности. Да, или они уходят куда-то в другое место. То есть есть некий перекос в подготовке специалистов для экономики. Но этот перекос, много раз обсуждалось причины этого перекоса и так далее. Главная причина заключалась в одном. И заключается в том, что никто не делает заказа на этих специалистов. То есть ведь система образования, она работает под заказ. Мы не можем, если нам не дают заказа, значит, все идет самотеком, все идет стихийно. Открываются специальности, которые, так сказать, там есть возможности открыть эти специальности и все. А дальше уже, так сказать, выпускники сами выбирают себе дорогу и так далее. Хотя последние годы там тоже много таких вещей было, чтобы направить их целенаправленно на конкретное производство. Но есть одна вещь, которую надо обязательно сделать. Это создать некий орган. Я предложил такой орган создать при Министерстве экономического развития Кировской области, который отвечает за экономическое развитие, создать такой орган, который бы планировал подготовку таких специалистов. Чтобы он работал с каждым конкретным предприятием. Работал, ведь каждое предприятие наверняка планирует для себя. А, ну то есть грубо говоря, просто проще говоря, на это предприятие нужно столько-то слесарей. Столько-то других специальностей. То есть нужен орган, который бы этим постоянно занимался и говорил, что нужно количество таких, допустим, токарей, слесарей, фрезеровщики, аппаратчиков и так далее, технологий. Такой оборот-план. Да. Но в свое время было планирование. Почему мы отказались? Эта идея хорошая была. И вот эту идею, так сказать, я настоятельно рекомендую, так скажем, и пытаюсь ее реализовать, потому что это очень важно сегодня. И еще в догонку этому я просил губернатора, я просил Дмитрия Александровича Курдимова не трогать сегодняшнюю техникуму. Почему не трогать? Потому что в свое время все эти техникумы были еще училищами. Они вот сегодня, они только начали. Вы имеете в виду, что сейчас там тоже есть планы как-то их сливать? Да, там появились некие планы, там оптимизировать, так сказать, объединить и так далее, и так далее. Вы говорите не трогать. Да, я предложил не трогать. Почему? Потому что они были вчерашними училищами, профессиональными училищами. Сегодня они стали техникумами. Они еще не поняли, не почувствовали, в чем разница между училищем и техникумом. А разница очень большая. И вот сегодня надо дать возможность им, прежде всего, состояться как техникум. Второе. Они в свое время, все эти училища были на федеральном бюджете. Взяли, мы на бюджет областной тогда, федерация передала. Денег сразу же меньше стало. Мы потеряли возможность оснащать соответствующие участки, так сказать, специальности и так далее современным оборудованием. Надо дать время, чтобы они то же самое подтянулись, иначе смысла не будет. Ну вот, не знаю, по моим ощущениям, все же, мне кажется, меня услышали. Да, поэтому хочется, чтобы вот эта такая спокойная работа, она где-то года три, на мой взгляд, должна вестись, и тогда мы увидим, это все выпристолизуется. Поймем, что вот этот техникум сегодня отвечает тем задачам, на которые нацелен, а этот, может быть, так сказать, требует какой-то... А сейчас в каком формате ваше общение в роли советника с руководством региона будет проходить? Ну вот, на сегодняшний время вам может в Рио позвонить, посоветовать. Ну, это, как бы, так сказать, само собой. Но вот сейчас идет работа над созданием некой дорожной карты. Вот мы на 27-го число договорились с Игорем Владимировичем, что мы встречаемся с ним и представляем вот эту дорожную карту со всеми нашими, так сказать, предложениями. Есть предложения у нашего университета, мы встречались, обсуждали эти вопросы и нашли, так сказать, взаимопонимание практически по всем направлениям. Поэтому мы совместно вот сейчас подготовим такую дорожную карту, представим, я думаю, что должен появиться какой-то такой документ на уровне правительства, который... То есть некая программа. Да, некая программа, там, со сроками, с конкретными, ответственными. И тогда начнется плановая реализация всего того, что там определено. Если это состоится, ну, это уже будет шаг большой вперед. Ну, вы надеетесь, что все-таки это произойдет, установленные сроки. Ну, а иначе смысла просто нет. Ну, в любом случае, вы готовы и дальше делиться своим опытом? Ну, конечно, как иначе, потому что... Несмотря на то, что мне... Не все так воплощается, бывает, в жизнь. Ну, да, я понимаю, что есть определенные трудности. Определенные трудности. Но если не проявлять волю, настойчивость, можно и последнее, то, что имеем, мы растеряем. Поэтому нужна настойчивость, как говорят, политическая воля, и только тогда можно решить все эти вещи. Хотел спросить, конечно же, спрошу об этом. Вы ранее высказывали такую беспокойность тем, что во главе Министерства образования нашего региона долго не было полноценного руководителя. И вот, наконец-то, этот руководитель появился. Это Михаил Васильевич Юсупов, известная достаточно в сфере образования личность. Долгое время руководил физмат-лицеем. Вот вы чувствуете у Михаила Васильевича ее способности? Ну, я пока сочувствую ему. Я пока сочувствую ему. Сочувствую ему. Потому что, понимаете, он был хорошим руководителем лицея, при нем лицей имел хорошие позиции всегда. Но, понимаете, очень большая разница между тем, что ты руководитель одного конкретного развлечения, а здесь есть тема. И пока нет представления в целом, что она из себя представляет, как вот целое такое, то, конечно, очень сложно принимать решения, руководитель и так далее. Поэтому сейчас вот рано давать какие-то оценки, мне кажется, надо все же выдержать определенный период, когда человек познакомится, когда он поймет, что на него свалилось, как этим направлять всем надо. Тогда можно уже делать и какие-то, может быть, выводы. А пока это только работа вот еще вот началась. Сколько времени нужно руководителю Министерства образования, чтобы понять, представить, что с тобой... Не меньше года. Не меньше года. Да, не меньше года. А потом уже можно делать... Объем очень большой, там, так сказать, много всяких вопросов. Система, она многослойная, от дошкольных учреждений до техников. Ну, вы об этом можете часами говорить. Слажим-то почти что 30-летним образом работать. Могу говорить, это, так сказать, не очень дорого. Ну, давайте, в городском еще образовании, вы тоже видели, да, эти новости о том, что планируется у нас и строительство... В ближайшие 8 лет 13 новых школ строительства планируется, к 15 кировским школам хотят сделать пристрой, чтобы расширить... Ну, вот, знаете, как раз... Не, напоминаю, это некое манилочное, например. Манилочное? Да, потому что, что такое сегодня школа? Школа, это миллион... Каждое место, это как бы миллион рублей. Это огромные деньги. Я не знаю, откуда они сегодня появятся в течение, так сказать, ближайших лет. Ну, то, что дает Федерация, это не покрывает и половину расходов. Поэтому, естественно, что 8 лет, ну, дай бог, это никто и против этого не будет. Но планы такие вот, сами по себе они, да. Планы хорошие, они, так сказать, впечатляют. Но эти планы должны, наверное, быть просчитаны какой-то. Пока, только там вот я прочитал, что мы будем подавать заявки, так сказать, министерству. Ну, подавая заявки, нет еще уверенности, потому что эти деньги обязательно по этой заявке придут. Так что тут, конечно, хотя вопрос давно перезревший, особенно в городе Кирове. И особенно вот сегодня центральная часть города, я думаю, что по вине прежнего руководства города, вот эта точечная застройка, она фактически привела к тому, что в центре города нет ни одной свободной площадки для того, чтобы построить школу. А застройка ведется, строятся огромные, так сказать, дома. Микрорайонные. Да, целые возникают. Да вот здесь, в центре, прямо в центре, даже можно назвать вот угол Ленина и Розырь, Гусембург, где сейчас вот строится, против Ленина 20 строится дом. Дальше, ниже, на территории Кисточки тоже будет строиться большой дом. Там ниже еще огромная высотка поднялась, а школа-то одна, десятая. 28-ю школу превратили в лицей и открыли возможности учиться всем детям города. То есть, и есть маленькая школка 24-я, которая уже захлебнулась, она ее просто так сказать. Поэтому, вот мне кажется, что руководство города здесь очень много времени упустило. И сейчас решить эту проблему будет очень трудно. То, что вы обратили внимание, все эти школы строятся на окраине, в новых микрорайонах, там понятно. Но ведь с другой стороны, вот сейчас вырос огромный микрорайон «Чистые пруды», школы нет. Люди вообще испытывают страшное неудобство. Ведь кто-то должен же был, наверное, думать. Хотя об этом и говорили в свое время, и вносили предложение о том, что нужно начинать социальных объектов. Что сначала нужно построить школу, детские сады, потом возводить дома. Иначе смысла-то какого? Для чего все это делалось? Ну, у нас ведь как всегда. Заранее как-то сложно нам подумать о том. Да, поэтому, хотя в принципе, тут ничего сложного бы и не было. Тут надо просто просчитать было все эти ситуации и весь разговор. Ну и последний вопрос, минута остается. Я хочу просто интересоваться вашим мнением о человеке, которого вы сегодня упоминали. Александр Шалецкий, да ладно, проще скажу, Саня Чикарецкий просто. Долгое время вы с ним вместе, собственно, работали. Да, мы работали. У нас история долгая. Да, да. И теперь он секретарь общественной палатки Росковской области. Как он вам? Ну, я считаю, что это, пожалуй, лучший выбор из всех. А был ли он вообще выбор? Мы даже не в курсе. Я не знаю. Я не могу судить. Но я не знаю, поскольку он состоялся, я считаю, что он уже лучше сегодня. Поэтому дай бог, чтобы все получилось. Ну, вы с ним продолжаете общение. Ну, если придется, то никакие проблемы не будет. Я думаю, надеюсь, что будет. Хорошо, это Анатолий Чурин, депутат Законсобрания Киевской области, зам председателя комитета нашего парламента по социальным вопросам. Завершается на этом программа особое мнение. До новых встреч. Спасибо большое. Всего доброго.